Режим Рахмона вводит штрафы за обучение за рубежом. Россия. Разрешение на временное проживание аннулировали за соблюдение ислама. В Узбекистане о том, что политические репрессии, начавшиеся во время Каримова... Правозащитник Абдусамир Ахмонов. Политические репрессии в Узбекистане продолжаются. Узбекские милиционеры дали клятву на Коране. Нижняя палата парламента Таджикистана рассматривает поправки к закону РТ об ответственности родителей за воспитание детей. Согласно которым, родители, отправившие своих детей в зарубежные религиозные учебные заведения, будут привлечены к ответственности. Поправки к закону были обсуждены на заседании правительства страны в конце прошлого месяца, пишет радио ЗАДИ со ссылкой на собственный источник в парламенте. Нарушителям данного закона грозит крупный штраф, однако сумма штрафа еще неизвестна. Напомним, что МВД Таджикистана в ноябре текущего года опубликовало число граждан Таджикистана, которые якобы незаконно обучаются в исламских институтах за рубежом. Их число составило 289 человек. Эксперты отмечают, что власти страны сильно озабочены тем, что молодые люди получают исламское образование вне рамок государственной программы. По этой причине таджикские силовики усиливают давление на родителей, чьи дети получают исламское образование за пределами страны. Напомним, что режим Рахмона в последние несколько лет активизировал борьбу с религиозным возрождением в стране, применяя для этого все возможные способы. Запрет на исламское деяние, запрет ношения бороды, запрет совершения хаджа до 40 лет, закрытие тысяч мечетей и молельных комнат и так далее. Он не едет. Я сказала, вы не имеете права, такой вопрос мне задать. Очередная гражданка Таджикистана стала жертвой произвола российских силовиков. Наджиба Колонова, проживающая в Московской области, на основании разрешения на временное проживание, РВП, в один миг оказалась нелегалом. Российский правоохранитель обвиняет ее в нарушении режима пребывания в России. Причем, по словам Колоновой, единственной причиной всех ее проблем является ее исламское деяние и отказ от дачи показания против единоверцев. Об этом она сообщила радио ЗАДИ. Корреспондент Хабархо связался с членом правозащитного центра «Мемориал» Зухрой Хамроевой, которая непосредственно занимается делом Колоновой. 23 октября, когда она поехала в Тульскую область в миграционную службу, она сказала, что она сейчас проживает в Московской области, у нее там собственность. То есть это все делают странные граждане, они должны уведомлять о разборке. Соответственно, приехала на Федеральную миграционную службу, ее встречает ФСБ и просит дать показания. Дает ей список граждан и говорит, чтобы она их оговорила. Соответственно, она их не знает и она ничего этого не сделала, но они пригрозили ей, если вы нам не будете помогать, с нами сотрудничать, мы амулируем ваше РВП, то есть вашего РВП не будет. С приходом новой власти в Узбекистане политические репрессии не остановились. Так считает активист Amnesty International Абдусамир Ахмонов. Я хочу обратиться к вам за помощью, чтобы вы откликнулись и распространили это послание. В редакцию Хабархо обратился правозащитник Абдусамир Ахмонов с просьбой осветить истинное положение дел в Узбекистане. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит в Узбекистане, о том, что политические репрессии, начавшиеся во время Каримова... По его словам, политические репрессии, начавшиеся во время правления Каримова, продолжаются и по сей день. Так, в конце ноября правозащитник Арахмонов Хумаюн, жертва репрессивной машины режима, отбывающий срок в колонии-поселении, был вывезен в неизвестном направлении узбекскими силовиками. Причем до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно. Когда даже узбекская служба радио свободы, радио при Европе, радио либерти отказывалась освещать... Абдусамир также отметил тот факт, что ряд СМИ, в том числе иностранные, отказываются публиковать материалы, связанные с политическими репрессиями в стране, опасаясь, что власти Узбекистана лишат их аккредитации. Узбекские правоохранители поклялись на Коране, о том, что не будут брать взятки и не будут заниматься вымогательством. Это произошло в одном из районов Ташкентской области, об этом пишет радио «Свобода» со ссылкой на сотрудника МВД. В сообщении говорится, личный состав юкори-чирчикской милиции поклялся, положив руку на Коран, на узбекском языке, что не будет заниматься взяточничеством и вымогательством. По словам источника, подобные мероприятия прошли в рамках государственной программы по противодействию коррупции, целью которой является обеспечение исполнения постановления президента о мерах по реализации положений закона Узбекистана о противодействии коррупции. Наблюдатели отмечают, что присяга на верность стала новым трендом по всей стране. За последний месяц в интернете появились фотографии и видеоролики, где местные власти заставляли фермеров и врачей дать клятву, быть верными своей профессии, вносить вклад в развитие страны и не заниматься нечестными делами. Узбекистан, халкага, садокат билан хизмат кляшке. Специалисты в области исламского права разъясняют, что такая процедура, как клятва на Коране, отсутствует в исламе и скорее является адаптированной версией западной формы клятвы на Библии. В исламе же клясться позволено только именем Аллаха, и это узаконенная форма закрепления какого-либо обязательства, считают правоведы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова